Насыщенные цвета, необычные формы и обилие деталей, продуманных до мелочей. Всеволод Рухмалёв сумел создать свой неповторимый стиль. В Самарском художественном музее открылась выставка пространства памяти, приуроченная к 90-летию одного из самых необычных художников 20 века. Всеволод Георгиевич Рухмалёв – это уникальная личность, это человек совершенно удивительной судьбы и представитель, между прочим, Самарского андеграунда, который родился в Шанхае в 1933 году и умер в Самаре в 2004 году. Всеволод Рухмалёв родился и вырос за границей. Вместе с семьёй он вернулся на родину в 1948 году. В Куйбышеве окончил заочный курс иностранных языков. Это позволило устроиться техническим переводчиком на завод и давать уроки. Художественное призвание в жизнь Всеволода Григорьевича пришло неожиданно. В 1969 году, в свой день рождения, погиб близкий друг художника – Эдик Байбурсян. По словам Всеволода, спустя два года ему захотелось написать портрет друга. Это стало отправной точкой на пути в мир искусства и чистого творчества. Начиная с 1971-го, Рухмалёв начинает рисовать портрет за портретом – людей, которые что-то значат в его жизни. «Кого люблю, того рисую», – говорил он. На выставке представлены портреты Ахматова и Достоевского, Джойси и Булгакова, Пикассо и Стравинского, Гофмана и Далии, Ван Гога и Кавки. Так интересно, что он выбирал персонажей для своих произведений, очень известных мастеров. И все они у него как-то напоминают иных существ, каких-то, наверное, даже инопланетян, которые приходят в этот мир для того, чтобы сделать его богаче, лучше, чтобы история, с которой мы соприкасаемся, была, может быть, более красочной, яркой. У Всеволода Рухмалёва не было художественного образования, но это не помешало ему в совершенстве овладеть самыми разными техниками. Он много экспериментировал, и это позволило художнику выработать свой неповторимый стиль. Рухмалёв работал гуашью, тушью и масляной пастелью, часто используя приёмы коллажа и прицарапывание красочной поверхности. По его словам, вначале он внимательно изучал фотографию того, кого хочет изобразить, но потом откладывал её в сторону, и в процессе работы полагался только на свои ощущения. Познакомиться с творчеством автора можно до 9 мая. Александра Гусева, Сергей Баскин. События.